Туда не каждый болотоход доедет. Есть такие локации, где не только сфотографироваться, добраться вплавь хлопотно. Но по условиям гонки точка считается взятой, если одной рукой пилот держится за свой транспорт, другой за отметку. Штурман должен все это запечатлеть, иначе никто не поверит. Это купание в грязи у них зовется отдыхом. Кому рыбалка, кому охота, кому на диване полежать. А этим мужчинам и даже нескольким девушкам просто необходимо с лебедкой по болотам побегать и побуксовать от души. Для зрителей тоже оборудовали зоны, чтобы и все было видно, и грязь не долетала. Я перед девушкой даже перчатку сниму. Холодная вода? Вода? Ну да. Как настроение ваше? Да все отлично. Почему нравится? Ну, это все-таки спорт, стремление победить, соревновательный дух. Ну, как бы, я так думаю, это основное. Чемпион ХМАО. 13-14 год. У экипажа из города Радужного совсем не радужные перспективы. Они на первой же точке завязли на 40 минут. Чего не скажешь о продуманной тактике вартовчан. Медленно, но напористо идут к своей цели. Они даже готовились к этой гонке слишком основательно. Пилот Виктор Горохов строил машину три года. На апгрейд ушло больше миллиона рублей. Гонка только началась, что нервничать. Ну, мы уже якорь сломали, в принципе. Ну, как бы, держимся, идем к намеченной цели. Пытаемся занять какое-то место призовое. На самом деле команда Нижневартовска немного лукавит. Она уже заняла первое место в категории «Экстрим» на предварительных стартах и знает об этом. Битва, по сути, шла только за второе-третье место. В этом году это максимальное количество за последние пять лет участников. 14-й год очень сильно подкосил наше движение, потому что курс валюты увеличился сильно. Наш весь тюнинг продается за валюту в основном. Соперники постоянно помогают друг другу. Пожалуй, стоит поверить, что они в трофи-рейдах не победы ради, а развлечения для. Поехали, нормально, надо ходить. Мол, давай, на сам проедь до нее. Я там был. Что мы там делаем? Тогда ставим сейчас на камеру. На камеру? Я не знаю, сколько я проеду. Что, ставим ставки? 50 метров? Веревка есть. Длинная. Кроссок у меня метров 40. Все. Ну, давай! Только что на наших глазах свершилась месть. Участники поймали организатора, который ставил эти точки и заставили его добраться до одной из них. Получилось, ну, где-то на пять метров. Но организатор Владимир хотя бы попытался. Другие участники воздержались последовать за ним. В итоге, в разных категориях, два первых места у Сургута, два у Нижневартовска, одно у Муравленко. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.